Как я сказал, так и будет. У меня задница поменьше. СОБАКА! Привет, ребята! Меня зовут Женя Галич, я из группы Оторвальд. И прямо сейчас я буду читать отвратительные, пошлые, унизительные комментарии в свой адрес. Специально для журнала «Слух». Когда пьяный солист Оторвальд рвет струны на четвертой или на четыре гитары, и в конце пьяный в дрободан падает на ударный, есть в этом что-то родное и притягательное. Никто не идеален. Искренне извиняюсь, если мое аморальное поведение привело к тому, что кто-то из вас был нижен или растоптан. Но мне похер. Это было круто. Савчук, Харчишин и Человик, трехисхожий на Надию Савченко. Так и есть, кстати. Действительно похож. Цветная рубашка, татуировки. Надя во всей своей красе. Че, старался? Жалко, что не сфотографировали нижу, у меня задница поменьше. Это что не вдала пародия на Олега? Навище такую хорошую песню было каличути? Олегови Рівних немає, не было и не будет. Как это? Что значит не было? А Басков? Поехали! А Лэрри Винн? А Эль Кравчук? А Алексей Глызин, если вы забыли? Эль Кравчук сидит сейчас, вы думаете, что делает он? Он сидит, слушает вот эти все песни и думает, как рано я начал петь. Вот если чуть-чуть позже начал петь, сразу стал бы как Олег Винник. А Торвальд Многогранен. Не буду спорить. То суровый рок Джигурдой хочет быть, то американским тинейджером на скейте и кабриолете. А получается одинаково унылое вторичное фуфло. Блин, такой неоднозначный комментарий. Мы можем оставить только фразу «О Торвальд Многогранен» и все остальное убрать? А Торвальд Многогранен. Не буду спорить. Артик Манкес, який запросил его Корчука поспеватый. Я вот думал, как охарактеризовать нашу группу. Да, действительно, друзья. Мы Артик Манкес, которые попросили Святослава Ивановича спеть. Мне очень нравится Артик Манкес и особенно последний альбом. Хотя все его захейтили. А мне очень нравится. По поводу О Торвальд. Это как бы такой, знаешь, по поводу О Торвальд. И человек так, сейчас, закурил. И так, они поступили не очень корректно. Я бы сказала, как очень некультурные люди. Ребят, это просто зависть. Вот и все. Их музыка мне не по душе, потому что песни очень закрыты и почти не имеющие никакого смысла. Как и весь этот комментарий. Що есть новичевая, якоюсь командности в гурте О Торвальд. Наче Женя Галыч и его музыканты. У нас нет однозначного лидера в коллективе. Все могут вносить какую-то свою лепту, иметь какое-то свое мнение. Потому что все равно, как я сказал, так и будет. А как ты думаешь, я должен был себя повести, дружище? Обидеться, плакать, писать в комментариях глупости? С чего ты смеешься, глупенький? Я не желаю, чтобы он плакал. Я желаю ему стать справедливым. Группа уже показала себя не с лучшей стороны, а то, что Женька... А то, что Женька Галич пошел по скетчам и сериалам, доказывает падение интереса к музыке и коллективу. Так что расходимся, господа. Песенка спета. Так, сразу выясняем. Друзья, никакого падения интереса к музыке и коллективу не наблюдается. Мне нравится О Торвальд. У меня тоже, кстати. Прикольная банда. Так что можете после этого расходиться. Песенка спета. Да не все песни еще написали мы. Ребята, у меня для вас челлендж. Я очень люблю, когда люди ведут диалог во время распития спиртных напитков. И поэтому предлагаю вам следующее. Хотите выпить со мной? Напишите в комментариях, какую марку и какой напиток я люблю больше всего. Кто это сделает точнее, того я приглашу на то, чтобы пропустить пару стаканчиков. Если я правильно отвечу на три вопроса, я заберу этот потрясающий топор. Кстати, если правильно врубить между глаз, я думаю, что будет суперэффект. Интернет-журнал «Слух». Мы рубим с плеча. Я выбираю комментарий, который звучит следующим образом. «Яки бляха рокеры, такая икраина» — это реальный комментарий. Собака. Зараза, ужас. Фу, гадость. Фу! Краще бвин за место, щоб гитару разбыть и продав, а гроши менили дав. Я надеюсь, что Женя Галич никогда не увидит, что происходит со мной, когда я его вижу. Класс. «Послушала Торвальд и почувствовала себя школьницей. Посмотрела интервью с Галичем и почувствовала себя мужиком». Полтава рули. Ну, все из Полтавы пишут правильное название города, поэтому вряд ли «Полтава». Это точно фейк. «Давайте я выберу, что послушала Торвальд и почувствовала себя школьницей. Посмотрела интервью с Галичем и почувствовала себя мужиком» правильным ответом, потому что мне приятно это читать. Собака! Я не получаю топор уже! «Съемник квартиры, Жек. Но як таки ляп зрубыты Так риже слух В нашей мове квартиры Або арендовани, або вынаймани Не группа, а шапито какое-то Вот-вот и музыка какая-то мелодичная И голос вроде какой-никакой есть Так, определитесь, есть голос или нет Кто-то пишет есть, кто-то нет Что? Вы никак не определитесь И по радио, и телевизору крутят Дни напролет, а все равно умудряются Говно играть, действительно феномен Мы ж вымромо нахер С таким узлом Так, ну мне очень нравится Вынаймани, но это фейк, конечно Не группа, а шапито какой-то, да? Есть еще один? Шанс Вообще, люди, перестаньте обсирать друг друга в интернете Делайте это в жизни Потому что в интернете вам по***ть Кто за это не даст, а в жизни возможно Ну так честнее Во всяком случае